приветствую вас коллеги начинаем очередной обзор сделок за неделю но прежде всего хотел вам напомнить о нашем телеграм-канале на котором выходит много информации по фондовому рынку по криптовалютному рынку публикуются сделки участников нашей команды то есть одним словом вы можете почерпнуть то необходимую информацию для себя которая пригодится не только в трейдинге но инвестициях ну и давайте перейдем непосредственно к обзору сделок начнем мы как всегда с мировых площадок первым делом посмотрим на snp по снг мы видим нисходящую тенденцию сейчас индекс штурмует уровень 3900 пунктов если произойдет отскок то уровнем сопротивления ближайшим является уровень 4100 пунктов если же уровень не выдержит то дальше произойдет снижение и первая остановка наверное 3600 если 3600 также не выдержит следующая остановка 3300 пунктов нефть после восходящего движения по нефти был достигнут уровень 127 долларов за баррель он был протестирован произошел отскок дальше идет повышенная волатильность я думаю несложно догадаться почему потому что санкционная риторика присутствует далее индекс московской биржи после вот такого взлета индекса произошло снижение потом актив ушел боковик но вот здесь с точки зрения технического анализа мне понравился вот такой уровень на которую можно делать какой-то такой сценарий на посмотрите здесь этот уровень явился уровнем поддержки затем был пробит от него произошел отскок ну один раз найти к это случайность но когда произошел второй раз отскок это уже закономерность поэтому нисходящая тенденция на индексе мосбиржи продолжается если будет пробита вот это наклоны то наверное мы нисходящее движение ну и давайте посмотрим на доллар который после сильного взлета пробил уровень 80 75 70 65 все уже думали ну все но вот отскок но вот сейчас тем не менее тенденция продолжилась и в пятницу был почти что достигнут уровень 57 рублей за 1 доллар сейчас вы видите достигнут такой достаточно уровень серьезный уровень поддержки и хочется предположить что отскок наверное состоится во всяком случае буду внимательно наблюдать на следующей неделе за долларом и если будет восходящая динамика то безусловно буду участвовать в этом движении ну а дальше давайте мы перейдем уже непосредственно к сделкам участников нашей массе группы как всегда начинаем с убыточных сделок потому что без стопов тейков не бывает мы видим здесь вот такую тенденцию по евро торговался евро фьючерс на евро снижал снижался дошел до некого уровня поддержки произошел небольшой отскок трейдер нарисовал наклонную линию весьма похожий на тренд зашел в позицию но стоп был выставлен достаточно скромно поэтому был трейдер получил стоп ему бы еще перезайти бы в эту позицию но к сожалению трейдер видимо либо не было монитора либо не набрался сил потому что дальше мы видим очень хороший отскок произошел то есть анализ с точки зрения правильности входа был отличный вот исполнение к сожалению вот произошло такое но здесь как мы с вами знаем перезаход можно было сделать следующая сделка другого трейдера здесь было восходящее движение фьючерс на сбербанк по моему трейдер сделал все правильно зашел в позицию но первоначально был вход здесь затем что-то трейдеру не понравилось он сразу же закрыл позицию затем зашел на пробой вот такой наклонный но к сожалению дальше дело не пошло пришлось вышить выйти по стопу ну стоп заслуженный стоп системный похожая сделка фьючерс на сртс тоже восходящая тенденция вход на пробитие наклонный не пошло пришлось закрыться сделка по доллару но увидите как прям как под копирку но здесь было несколько некая нисходящая тенденция тему актив ушел в боковик затем ринулся пробивать вот такую наклонную которая достаточно прям хорошо ложится по ней цена так сбирал сбиралась трейдер заходит на момент пробой но к сожалению дальше дело не пришло не пошло пришлось закрыться очень похожая ситуация по сбербанку то же самое нисходящая тенденция боковик вход на пробой не пошло но слава богу стопик здесь оказался небольшой всего на всего 35 пунктов по евро похожая ситуация но прям знаете абсолютно правильно построена наклонная хороший системный вход так и казалось что произойдет дальнейшее снижение этого фьючерса но к сожалению не пошло пришлось закрыться правильно системный стоп еще одна сделка тоже по евро здесь трейдер заходил вот на пробитие такой наклонный причем дважды и дважды потерпел неудачу сбербанк ну а вот здесь хочется немножко поподробнее остановиться на этой сделками нисходящую тенденцию по сбербанку образуется экстрема которые пробиваются затем цена доходит до этого уровня и трейдер собирается зайти в позицию но я бы здесь начертил не только один уровень возможно здесь наверное было начертить некую зону тогда было бы более понятно эта сделка но суть заключается не в этом а в том что поздний вход я так написал здесь поздний вход входить надо было раньше если батарея раньше зашел возможно цена и дошла до его цели ну а в данном случае поздний вход и к сожалению потом произошел разворот трейдер пришлось закрыться по стопу ну а вот этот слайд мне очень понравился несмотря на то что сделка отрицательная знаете как вот в таких слайдах нравится то что трейдер сам уже все проанализировал он даже знаете как от эмоций специально сделал врезочку это его рук дело врезочку картины решетникова опять двойка то есть трейдер уже проанализировал свою торговлю и сам себе поставил двойку ну давайте посмотрим было ли за что здесь ставить торговался фьючерс на газпром видимо ну вот тут был такой хороший взлет уход боковик принципе мне кажется хороший системный вход немножко пораньше надо было заходить но видите какая повышенная волатильность тут был очень сложно поэтому то что был стоп это вполне заслуженно первый стоп я считаю системы а вот второй я бы честно говоря наверное подождал как я всегда рекомендую дилинги и массе группе ребятам получили один стоп подождите видимо на рынке что-то происходит тем более когда вот такие сильные всплески цены наше дело в это время быть в кэше так сказать сидеть на заборе просто понаблюдать за рынок когда все успокоится когда свечки будут вот такого размера ну вот тогда можно принимать уже решение ну а дальше уже трейдер так сказать решил что если не вверх то вниз ну и дальше вот пошли такие сделки которые принесли только стопы ну и теперь переходим уже к сделкам профитным прибыльным ну и первая сделка возможно она смотрится здесь непонятно вот на левой половинке этого слайда зато правая половинка старший таймфрейм нам подсказывает что была нисходящая тенденция доллар падал затем уход в боковик трейд отрисовал наклонную и заходил вот у нас здесь это наклонная и заходил момент пробоя хорошая сделка системная правильно выставлен стоп и взято хорошо около 300 пунктов по сишке отличная сделка далее это торговался валютная пара евро доллар мы видим вот здесь было снижение достаточно сильное образовался уровень от которого сначала инструмент отскочил затем пробил вернулся трейдер правильно заходит в позицию и затем закрывается на уровне потенциального разворота правильно хорошая сделка сделочка по газпрому нисходящая тенденция вход на пробитие наклонной и дальше закрытие по тейкам очень хорошо вплоть до 140 пунктов остаток по подтянутом стопу без убыток я считаю что действие правильный трейдер сбербанк сначала была восходящая тенденция по сбороку затем что-то произошло но мы здесь не видим трейдер нам не сделал врезочку старшего таймфрейма не как на фьючерсе и не на базовом активе поэтому сложно понять что здесь произошло но в дальнейшем мы видим что тенденция поменялась восходящий на нисходящий дальше трейдер проанализировав эту тенденцию нашел уровень от которого можно было бы зайти зашел в позицию и закрылся по целям достаточно неплохо вплоть до 200 пунктов вот это сделка по нефти мы видим нефть снижается затем такой некий боковичок отрисован наклонны первая попытка входа по стопу затем перри заход и закрытие потек далее актив разворачивается пробивает уже еще один уровень затем тестирует его с обратной стороны и дальше закрываются потек сделка по сбербанку вот здесь интересный момент он по этой сделке вот мы видим с вами сбербанк снижается затем уходит боковик образовалось не что иное как пробой уровне это произошло 19 числа пробой уровня и и видно что это был хорошим уровнем сопротивления от которого дальше цена не пошла оттолкнулась трейдер заходит позицию и затем закрывается по целям очень неплохо смотрите 280 пунктов в моменте взят а вот здесь набор таких сделочек по нефти мы видим рост нефти трейдер торгует по тенденции взлет продолжение вход позицию закрытие потек далее продолжение найти как штампуются сделки одна подобная вторая вот тут трейдер разошелся и решил что так будет продолжаться целый день а нет в какой-то момент цена развернулась пришлось закрыться по стопу что поделать ну а затем при нисходящей такой тенденции трейдер еще находит еще одну точку входа видя что инструмент движения развернулась было восходящим затем произошел разворот и трейдер уже после этого разворота нашел точка входа и также закрылся по целям еще одна сделка по сбербанку но здесь мы видим восходящая тенденция по сберу уровень экстремума который был сначала уровнем поддержки потом сначала уровень сопротивления извините потом перешел уровень поддержки трейдер находит точку входа закрывается по целям но тем не менее выждав практически до конца торговой сессии выждал последнюю цель ну и забрал более 300 пунктов неплохая сделка данном случае сделочка по евро мы видим сначала было снижение по евро затем был разворот видимо было достаточно серьезная перепроданность мы видим разворот произошел ну и дальше в направлении уже восходящим трейдер находит точку входа и закрывается хорошим каскадом и похожая сделка в тот же день это уже на долларе также разворот затем восходящая тенденция трейдер находит точку входа и также закрывается хорошим каскадом вот сделать котелка с которой вас познакомить очередная сделка по тейкам причем профит здесь трейдер указал трейдер заработал порядка 300 тысяч на этой сделке сделка непростая смотрите восходящая тенденция по нефти затем такой боковичок потом разворот произошел здесь первоначальный трейдер набирает позицию вот вот такой была прочерчим трейдером вот такая зона ретеста зона достаточно большая сразу хочу сказать зона достаточно большая сначала трейдер от нижней границы набрал позицию затем цена дошла до верхней границы зоны ретеста отскочила и трейдер И счет добрал позицию, а потом закрывался достаточно хорошим каскадом на уровне потенциальной поддержки. И еще одна сделка от этого трейдера. Мы видим восходящую тенденцию по Газпрому. Дальше трейдер по тенденции находит точку входа. И затем закрывается вот таким хорошим каскадом. Ну а дальше мы с вами переходим к сделке на криптовалюте. И здесь была вот поэтому на этой монете вот такой боковичок. И трейдер торговал разворот от верхней границы этого боковика. Мы видим удержание уровня. Трейдер нашел точку входа. И далее закрывался по целям. Цель достаточно неплохо. Трейдер выбрал для себя. Заработал более 3% на сделке. И закрывался несложно догадаться почему. Потому что был уровень потенциальной поддержки. Еще одна сделка. Ну здесь сделка достаточно простая. Торговалась монета. Мы видим сначала взлет этой монеты. Затем появилась тенденция нисходящая. Затем актив уходит в боковик. Трейдер рисует такую наклон. Входит на пробой. Ну и закрывается очень хорошим каскадом. Взято порядка 9% на сделке. Еще одна сделка. Это уже другая монета. Другой трейдер. Мы видим. Сначала взлет. Потом падение. Затем боковичок. Здесь произошел разворот. И наметилась высходящая тенденция. Трейдер заходит вот в этой точке. Ну здесь наверное если бы торговал я эту монету. Я бы зашел немножко позже. Вот на пробитие вот такой наклонной. Трейдер избрал для себя вот такую точку входа. И закрывается трейдер вот таким неплохим каскадом в моменте заработав более 5% ложным средством. И еще одна сделочка. Здесь торговался биткоин. Мы видим уровень разворота. Уровень сопротивления от которого биткоин развернулся. Затем появилась вот такая нисходящая тенденция. Трейдер находит точку входа. Входит в позицию. Но к сожалению пришлось видимо быстро закрыться. Потому что произошел разворот. Да взято предположим немного в этой сделке. Менее 1%. Но что поделать. Лучше плюс чем минус. Ну и уж коль скоро мы с вами заговорили о криптовалюте. Хотел обратить ваше внимание на то что. Уже в понедельник 23 мая стартует наш курс криптовалютный интенсив. Проводит его основатель и основной спикер этого курса. Денис Стукалин. На этом курсе вы можете познакомиться с криптовалютой с точки зрения. Как ее использовать можно и в трейдинге и в инвестициях. Денис подробно вам расскажет о том как формировать инвестиционный портфель. Также Денис познакомит со своим криптовалютным портфелем. Также будет обращено ваше внимание на то как аккуратно хранить криптовалюту. Мало того что ее надо заработать. Ее надо суметь еще и сохранить. Подробно будут разобраны интересные кейсы такого плана как заработать 100% за неделю. Денис познакомит как я вам сказал и со своим инвестиционным портфелем подробно. Ну и конечно будут приведены примеры сделок в которых вы увидите что можно заработать достаточно прилично. Видите более 3 миллионов рублей. Формат обучения. Все лекции проходят в режиме онлайн. Обязательно есть практическая часть. Будут даваться домашние задания. Будут выполняться домашние задания. Ну и конечно есть техническая поддержка. Еще раз обращаю ваше внимание на то что старт курса состоится уже в понедельник 23 мая. Ну коллеги. Это вот то что с чем хотел вас познакомить. Не забывайте о том что если это видео вам понравилось. Я был бы рад если бы вы поставили лайк. Мне было бы это очень приятно. Если какая-то критика есть. Пожалуйста подробно изложите ее в комментариях. Я буду на нее отвечать. Ну а на сегодня все. Вам удачи и до новых встреч. Всем пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok